Анастасия Самыкина уже больше 10 лет занимается добровольчеством. Особое место в сердце девушки занимает движение «Волонтеры Победы». В ночь на 22 июня Анастасия вместе с единомышленниками зажгла тысячи свечей, выложенных в огненную фигуру. Патриотическая акция «Свеча памяти» прошла по всей России и в ряде стран ближнего зарубежья. В каждом городе рисовали свою огненную картину. Она изображала знаковое место или памятник, символизирующий вклад того или иного региона «Великую Победу». Очень важно знать и гордиться, и мне очень радостно, что такое количество студентов, неравнодушных людей и ребят. Очень большой корпус волонтеров Победы сегодня здесь принимает участие именно в таком значимом мероприятии. 13 тысяч свечей одна за другой зажглись и олицетворили с собой огненную картину войны. В Самаре это знаменитый Ил-2. Присоединиться к акции могли все желающие. Чтобы выложить огненную картину, волонтерам потребовалось несколько часов. Еще час ушел на то, чтобы зажечь все свечи. Участие в памятной акции приняли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Сегодня мы здесь для того, чтобы это никогда не повторилось. Для того, чтобы память передать самым юным гражданам нашей страны. Чтобы заявить всему миру, что помним и не допустим страшной войны больше никогда. Сегодня мы здесь, чтобы выразить единство. Это щемящая грусть. И начинаешь представлять и выображать, как это было 80 лет назад, что такая же летняя, тихая ночь, такая же теплая. И здесь, на Олгине, в других городах. Также молодежь гуляла, люди отдыхали. Но случилось то, что случилось. 19 стран, практически все регионы России принимают участие в акции огненной картины войны. Патриотические акции в ночь на 22 июня прошли по всей Самаре. Огненную картину выложили также у горельефа Родины Матери в Парке Победы. Мария Левина, Константин Головин. События.